Луиза Мэй Олготт, «Маленькие женщины». Почитав ему, я скачала эту книгу. Как-то я снимала видео, называется «Спасённые книги». Я ставлю им здесь угол. И из «Спасённых книг» был один журнал. И там приводилась первая глава из этой книги. Журнал мне подарили на родины моего отца, в славном городе Жюри, родственники, которые меня просто обожали. И мне тогда было не так много лет, 10, наверное, 11. Я просто, когда увидела этот журнал, я вспомнила эти удивительные ощущения, которые я испытала тогда, как мне это понравилось. Я поставила эту книгу на училище закачек. Готовимся очень часто услышать слово «очаровано». Потому что книга очаровательная. Это слово подходит больше всего. Нехорошее, неувлекательное, непотрясающее, нешикарное. И именно очаровательное. Она полна очарования. Она полна очаровательной невинности, очаровательной доброты, очаровательной самоотверженности. Она полна очарования сама по себе. Книга словно духи. Вверху нотки одной из моих любимых писательниц Фрэнсиса Элизабет Бёрн. Затем начинает чувствовать аромат Родины. Ну, я объясняла проживу. Самые глубокие нотки, которые раскрываются на протяжении всей книги для доброта. Бесконечная доброта в чистейшем виде. Вольно сразу меня очаровала одна из главных героинь поэмили Эмили. Неустремление выучить новые слова заставляет путать так забавно и очаровательно. Термин, как «чистят» вместо «частят», «старказм» вместо «сарказм», «эциклоп» вместо «кентавра» совсем похоже. Это так мило. Доброта главных героев вообще очаровательная доброта. Так тронуло моё сердце. Она такая трогательная, что практически всё время, что я читала, у меня на глазах выступали слёзы умиления. Немножко напоминает Библию. Она полна каких-то поучительных историй, притч. Доброты, ненавязчивого совершенно призыва верить Богу, довериться Ему. Теперь, говорю, желание прочитать продолжение. Но, честно говоря, я немножко боюсь, что оно будет похуже в первой части, как это, к сожалению, часто бывает. Но, наверное, я всё-таки попробую. Спасибо. 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 Спасибо.